Здравствуйте! Пришло время русского мира. Об интересных событиях этой недели в России и за рубежом расскажу я, Любовь Курьянова, в этом выпуске. Сто лет со дня рождения Александра Матросова в Музее Победы рассказали о подвиге великого русского воина. Россия находится на шестом месте в мире по числу иностранных студентов. Потенциал гуманитарного сотрудничества в Москве прошла пресс-конференция, посвященная инструментам мягкой силы. А теперь подробнее об этих и других новостях. Имя Александра Матросова стало нарицательным, а его подвиг – символом мужества, самопожертвования, воинской доблести и бесстрашия. В Музее Победы хранятся раритеты, связанные с увековечением памяти героя. О некоторых из них расскажет моя коллега Евгения Фухурдинова. В Зале Славы Музея Победы среди имен героев Советского Союза и героев России, высеченных на 72 белоснежных мраморных пилонах, можно увидеть и имя Александра Матросова. А в мультимедийном зале «Лица Победы» любой желающий может ознакомиться с его биографией. 5 февраля исполняется 100 лет со дня рождения героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова. Музей Победы бережно хранит историческую память о событиях Великой Отечественной войны и о людях, которые добывали нашу Великую Победу. Среди экспонатов Музея Победы, связанных с именем Александра Матросова, марки, листовки, брошюры и многое другое, созданное в годы Великой Отечественной войны и послевоенного времени. В Музее Победы хранится и небольшой комплекс предметов, которые относятся к подвигу Александра Матвеевича Матросова, которую он совершил в конце февраля 1943 года. Некоторые из этих предметов сейчас находятся передо мной. Слева от меня находится бронзовая скульптура автора Василия Погорелова. Сам Василий Погорелов был фронтовиком и в 1944 году он, демобилизовавшись из Красной Армии, решил свою жизнь связать с творчеством. И из бронзы он выполнил вот такую вот композицию, которая как раз таки и иллюстрирует подвиг Александра Матросова, который он совершил около деревни Чернушки. Напомним, 27 февраля 1943 года батальон, в котором служил у матросов, получил задачу атаковать немецкий опорный пункт, расположенный в Псковской области. Красноармейцы попали под сильный пулеметный огонь противника трех вражеских пулеметных дзотов, перекрывавших подступы к деревне. Один пулемет подавила штурмовая группа автоматчиков, второй уничтожила группа бронебойщиков. Но пулемет из третьего дзота продолжал обстреливать всю лощину. Тогда в сторону дзота пополз Александр Матросов. Ценою своей жизни он помог выполнению боевой задачи и освобождению оккупированной деревни. Евгения Фахурдинова специально для программы «Время русского мира». Россия находится на шестом месте в мире по числу иностранных студентов. Об этом накануне сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фольков. В настоящее время в вузах нашей страны обучается около 360 тысяч граждан других государств. Подробнее далее. Российская система высшего образования – одна из наиболее привлекательных в мире. По словам министра науки и высшего образования Валерия Фолькова, по количеству иностранных студентов мы находимся на шестом месте. Однако в ближайшее время можем войти в пятерку. Ведь граждане других государств продолжают выбирать учебу в России, вопреки всем геополитическим вызовам. Русские геополитическим вызовам. Лучшие российские вузы от Калининграда до Владивостока ежегодно принимают иностранных студентов, в их числе и Мордовский государственный университет имени Огарева, альмаматор для практически трех тысяч иностранных студентов из 54 стран мира. Согласно подсчетам информационного агентства ТАСС, число иностранных студентов в вузах России за последние пять лет выросло более чем на 20%. Чаще всего в отечественные вузы поступают абитуриенты из Китая, Вьетнама, а также страны СНГ, Азии и Ближнего Востока. В Москве прошла пресс-конференция «Потенциал гуманитарного сотрудничества», посвященная инструментам мягкой силы в условиях построения многополярного мира. Эксперты обсудили новые механизмы проведения собственной политики и формирования положительного имиджа в других странах. В стенах Международного мультимедийного пресс-центра «Россия сегодня» эксперты обсудили итоги и перспективы программы стажировок «Интер-Раша». Ее участники – это молодые зарубежные представители различных профессий, которые заинтересованы в профессиональном развитии, хотят развивать сотрудничество с Россией, а также интересуются русской культурой и современной жизнью страны. За время существования проекта Россию посетили около 170 человек из более 70 стран мира. Мы с удовольствием констатируем увеличение интереса в зарубежных странах к изучению русского языка. Это не только язык Александра Сергеевича Пушкина в данном случае, это и язык профессионального и карьерного роста, это язык самореализации. Нам, безусловно, отратно видеть, что люди видят в этом механизме, и в этой возможности, как потенциал для своего и роста. И, безусловно, это все дает хорошую базу для плотного и, самое главное, позитивного гуманитарного сотрудничества с этими странами. Сегодня Россия стремится занять свое место в формирующейся многополярной системе международных отношений. В условиях, когда традиционные каналы взаимодействия становятся неэффективны, важные значения в современной гуманитарной политике приобретают инструменты мягкой силы. Среди основных ее средств можно выделить такие, как культура, образование, наука, взаимодействие и поддержка неправительственного сектора, молодежных программ, СМИ, сферы туризма и миграции. То, что русский язык – это не просто школьный предмет, это не просто учебная дисциплина, это не просто лингвистическая сущность, это тот инструмент, тот механизм, те основные принципы, через которые мы получаем тот самый прагматический эффект, который нам необходим. Поэтому мы рассматриваем русский язык, в первую очередь, как один из важнейших инструментов культурной дипломатии, публичной дипломатии. Еще одним элементом публичной дипломатии являются средства массовой информации. Именно с их помощью жители зарубежных стран узнают новости о России, составляют образ нашей страны и картину того, что происходит в мире. Мы забываем, что за любым текстовым аудио- или видеоматериалом стоит живой человек. В любой стране мира, в любом СМИ стоит живой человек. Живой человек со своей любовью, со своей ненавистью, со своими страхами, со своими болезнями, со своей ипотекой, со своей семьей, со своими проблемами, а самое главное, со своим интеллектом и способностью понимать, что, собственно говоря, происходит на планете. Интерес к образованию и науке, обмену опытом и совместным проектом также способствует развитию гуманитарного сотрудничества. В 2022 году российским вузам и научным институтам пришлось переориентировать свое внимание на другие страны и континенты, помимо Европы и США. Это способствовало появлению большого числа международных научных проектов, а также росту интереса к российскому образованию, после которого наша страна получает лояльных послов, понимающих и передающих другим наши ценности. Анастасия Галдабина специально для программы «Время русского мира». Около 200 преподавателей из Кыргызстана прошли повышение квалификации в Северо-Кавказском федеральном университете в рамках Российской недели точных наук. Теперь, освоив современные технологии, они могут внедрять инновационный подход в преподавание физики, математики и информатики. Удостоверение о повышении квалификации получили учителя из 50 школ города Ож и Кызылкиевского педагогического института. Также документы о повышении квалификации вручили преподавателям из 9 школ Джалал-Абада и Джалал-Абадского государственного университета. Участие в Российской неделе точных наук принимали не только педагоги вузов и школ с русским языком обучения, но и ученики старших классов. Накануне в представительстве Россотрудничества в Армении состоялось торжественное награждение победителей конкурса «Традиции русского очерка» и «Современное блогерство». Жюри рассмотрели более 50 работ из разных регионов Армении, России, Грузии, Абхазии и Приднестровья. Церемония награждения прошла во время бала прессы и стала одним из масштабных мероприятий начавшегося года. Ведущие журналисты, блогеры и литераторы Армении собрались в одном месте, чтобы разделить радость с победителями конкурса. По словам Вадима Фифилова, руководителя Россотрудничества в Армении, жанр очерка интересен тем, что это истории про реальные события и реальных людей, которые находятся среди нас. В этом году конкурс имени Федора Достоевского проходил уже во второй раз и заключал в себе два этапа, по итогам которых и был сформирован список финалистов. Организаторы отметили качество полученных работ. По их словам, участники подошли к заданию более серьезной, чем в прошлом году, и прислали тексты, соответствующие жанру очерка. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Напоминаем, что мы открыты к сотрудничеству и будем рады вашим материалам с места события. Если в вашей стране, в городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, присылайте их по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру Всего вам доброго и до свидания.